Молодые люди не звонят друг к другу по телефону. Они боятся любой лобовой коммуникации. Они пишут друг к другу. И это тоже новая реальность. И дальше, какая может быть человечность, какая может быть доброта, если ты с другим человеком вообще не можешь, у вас нету точек соприкосновения. А если есть, они настолько формальны, что они вообще ничего не говорят. Почему самые такие боевые братства, значит, наши однополчане, это не просто вопрос войны. Это вопрос ужасных обстоятельств, в которых вы находились, проявляли все свои качества человеческие, самые разные. Там и трусость, и героизм, и страх, и решительность, и агрессию, и там в чертов ступе. Но вы спаивались? Я когда поступил в Манахинскую участию, что в Академию, я посмотрел на эти люди, ну как бы, при каком здравом вообще представлении, я с ними мог вообще что-либо, я там, у меня были идеи, всякие мысли, а там все-таки, такое все. Но вас спаивают эти обстоятельства, вы преодолеваете эту щетину, вот эту, которая сначала защитная, потому что вас сдавило туда, вы ее преодолеваете, и после этого вы вдруг обнаруживаете в другом человеке человека, не набор его характеристик, не набор его особенностей каких-то, вы обнаруживаете в нем живого, страдающего человека, и вы с ним вместе страдаете. Я помню вот эти, как нас там гоняли, 10 километров, я хорошо бегал, но нас уже перед этим два года гоняли, вот, там поступили, ребят, ну они все просто там, живого места нет, вот, мы там тащили друг друга, это, на этих, как его, на плечах, чтобы добежать, да, этот, как его, да, 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 чтобы на полях люди там не легли, руками, ну, тащили на плечах, вот это, но как бы вы после этого вдруг вы понимаете, что тело может и не нравится, и там еще что, 5-10, но вы, вот возникает у вас сочувствие, вот у вас возникает искреннее сопереживание, да, я ночью вставал там, у нас были ребят, ну, они плохо что-то делали, ну, что чем-то не справлялись, их стали на ряды, там стоял парень у нас один, он, ему пять нарядов, не очень люди выдали, и он один, и он падал, в обморок, под этим, на улице, в стихо, холод, стоял в этом, я ходил, заменял, стоял за него, пока спал, этот, старшина, который его, наказал, как бы, вот, вот она, но почему, вот что за черт, почему нас надо поместить в ад, для того, чтобы мы стали людьми, господи, ну, что же за такое, вот, и, конечно, вот, я живу, гениальный образ есть у Шпенгауэра, он говорит, что люди, это дикобразы на Северном полюсе, значит, у них, эти, им холодно, они жмутся друг к другу, чтобы согреться, и вонзаются друг к другу, этими иглами, вот так мы живем, только, даже, уже больше холода даже нет, и дикобразы побежали, так сказать, поплыли на льдине, Мамонтенок, так сказать, отправился в поиски, непонятно чего, пока не растопнет эта льдина, и вот, удивительным образом, понимаете, чтобы стать хорошими людьми, нас нужно поставить нечеловеческие условия, вот, тот же, Франкл, я приводил, например, ну, как бы, так тоже, человек создает самую гуманистическую из всех психологий, которые были созданы, где? В лагере, под угрозой смерти, вот, почему у нас надо именно до такого состояния довести, вот, а до тех пор, пока все нормально, мы будем вести себя, как сукиные дети, но это же ужасно, вот, и вот что такое, зачем нужно мышление для доброты, оно нужно, потому что, только через мышление ты вдруг можешь понять, что, то, что другой человек, вот, там, как-то, что-то не то, не так, не пято-десято, ну, вот, но он точно такой же, как ты, в основе своей, он точно так же страдает, он рожден в этот мир, где он будет страдать, мучиться, где он будет делать глупости, совершать ошибки, значит, оплачивать их, их, старицей, там, и так далее, и он будет страдать всю дорогу, и, так сказать, закончить на это все, ну, ну, как бы, если ты не способен испытать страдание, просто понимая это, ну, ты подлец, а понимая это, ну, как бы, разве будешь ты, там, вредить, или еще что-то, и разве ты не найдешь доброго слова, разве тебе не будет интересно с этим человеком, их там какое-то время провести вместе, для того, чтобы, там, где-то поддержать, где-то что-то дать ему ощущение, что он не одинок, да, пожалуйста, но для этого мозги нужно.